МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил, начнем мы с такого момента. Разумеется, мы будем говорить о том, что происходит в зоне конфликта, началась война, и мы о ней с вами уже в эфире нашего телеканала уже несколько раз даже говорили. Но вот смотрите, с первых дней конфликта мы это говорим наравне с Азербайджаном. Критику получает и Израиль от Армении. Это связано с тем, что у Армении особое мнение по поводу поставок вооружения израильского в Азербайджан, сотрудничество наших двух стран в этой сфере. Но знаете, все имеет какие-то свои границы. Пример министра Армении дал интервью израильскому изданию The Jerusalem Post, где, во-первых, в крайне грубой форме отказался от гуманитарной помощи, которую Израиль предложил. То есть журналист спросил, что вам предложили гуманитарную помощь, готовы ли вы принять. Ответ его был крайне грубым. Это один момент. Второй момент. Понимаете, там очень много было таких моментов, что премьер-министр Армении, по сути, в назидательном тоне пытался объяснить, какой должна быть внешняя политика Израиля. И даже не только в отношении Азербайджана. Даже в отношении того региона, где находится Израиль, с его соседями, который Израилю виднее. Из Армении, я думаю, не все видит, а Израиля все видит. Но даже в этом плане он пытался давать советы. Это будет плохо для Израиля. А вот если будет хорошо для Израиля. Вот как это все воспринимается в Израиле? Как вообще вы оцениваете такой тон общения? Если его можно назвать общением. Ну, мы понимаем, что господин Пашинян, будучи предком Адама, наверное, может нам давать такие важные уроки в геополитике. Но если быть серьезными, то мы с улыбкой восприняли это все. Известно древнее выражение, если ты сердишься, значит, ты не прав. Так, политик должен обладать холодным умом, здравым смыслом. Ничего этого я здесь не увидел. Я увидел эмоционального человека, который по сути своей все-таки политиком серьезным не стал. Он остался кем он был. Лидером баррикад, человеком, который может кричать что-то в толпу, но не более того. Он не продумывает даже на шаг вперед. На самом деле Армения очень бедная страна. Но не хотите гуманитарную помощь, которая может вам помочь вашим гражданским людям прежде всего? Ну, так откажи в более цивилизованной, в более культурной форме. Оскорблять нас, обвинять нас в том, что мы поддерживаем клан террористов, как он сказал. Это все ниже плинтуса. Это все не соответствует действительности 100%. Сильнейшая армия Азербайджана, она не нуждается, даже если бы у кого-то и были такие дикие мысли, чтобы кого-то завозить в помощь. Тем более, что пехота, как стадо баранов, она уже не влияет ни на что. Высокотехнологичная война, которую вы ведете, война 21 века, беспрецедентная. Это война как из-за фантастических фильмов, в которых, в принципе, роботы и искусственный интеллект решают все. И ваши умные инженеры, молодые мальчики и девочки сидят где-то далеко за пультами и управляют этими беспилотниками. Это фантастика. А у него логика 1945 года. Миллион людей кидать на Берлин. Пехота идет вперед на немецкие доты. Этого ничего нет. Это иллюзия. Это тяжелый случай. Оскорбление нас. Ну, хочу сказать, во-первых, что господин Риблин, наш президент, он перерезатель ленточек, как говорят в Америке. Или английская королева. Но реальной политики он не делает. Ни на что не влияет. У нас не президентская, у нас парламентская республика английского типа. Реальную политику решает наш премьер-министр Натаньягу, кабинет и парламент. Есть еще один такой момент. Вы сказали по поводу того, что Армения бедная страна. Это, ну, надеемся, что в Армении тоже это понимают. Потому что, понимаете, они не только войну проигрывают непосредственно Азербайджану, но они проигрывают еще и войну той пандемии коронавируса. В принципе, на душу населения то, что там происходит, это один из самых высоких показателей смертности и зараженности. Я вот, исходя из всего этого совокупности, понимая то, что вы говорите о войне, на самом деле, да, вот они нас обвиняют. Очень странные у них, я вот просто, прежде чем задам вопрос, очень странные обвинения. С одной стороны, они нас обвиняют в том, что вы там используете дроны такие, высокоточные ракеты и так далее. А сразу параллельно с этим они говорят, вы завозите каких-то наемников и так далее, полуграмотных. Так что они нам дроны поднимают, да, это для этого высокоточного оружия мы наемников с Ближнего Востока. Ну, какая-то странная, вы определитесь одной из двух, да. Как эта война, как вся эта ситуация в итоге отразится на Армении? Какое завтра ждет Армению по завершению всего этого ситуации? Я думаю, что Армения, как страна, рискует тем, чтобы перестать существовать. И я не говорю сейчас о незаконно оккупированном Нагорно-Карабахском регионе. Я говорю о самой Армении. Для того, чтобы ей выжить, а думать об инвестициях ей уже не приходится, никто вкладывать деньги не будет в эту страну, никто не будет с ней работать. Отток населения колоссальный в ту же Россию, которая не берет уже больше этих работников в себе. Но они будут всякими правдами и неправдами пытаться ехать, и в Грузию работать, и в Украину, и куда угодно, кто возьмет. А страна с населением меньше миллиона, скоро это будет уже, да, это уже не жизнеспособная страна. Плюс колоссальные потери на войне, выкашивается молодое поколение. Вполне возможно, что эта территория вообще может стать в перспективе, если они очень сильно будут просить, и Россия захочет, что они могут стать частью Российской Федерации. Такое возможно. Я не исключаю такого факта. Но и то, если Россия захочет, если Россия это будет нужно. В чем я сомневаюсь. Потому что самой выжить, и экономически, и вот с такой неумной дипломатической политикой внешней, да, будет крайне тяжело. По поводу, да, вот этой внешней политики мы еще постараемся, если эфирное время позволит, с вами поговорить. На самом деле, да, соседей не так много у Армении, но со всеми пытается враждовать и перерезать все ленточки, скажем так, и все мосты сжигать. Почему это делается? Со временем, наверное, все будет более ясно картина. Но один момент. Насчет наемников. Смотрите, с одной стороны, они обвиняют нас в том, что вы там завозите наемников и так далее. Но мы уже неоднократно говорили, и сами они говорят, что контактных боев, как таковых, в регионе Нагорного Карабах сейчас, ну, мизер. В основном это что? Это воздух, это дроны и артиллерия. Ну, система залпового огня и более точная артиллерия. Все решает. То есть контактных боев минимум. Непонятно, что могут нам сделать какие-то наемники из Ближнего Востока в этом плане, да, вообще. Но есть такой момент. Сама Армения открыта на уровне президента, на уровне премьера. Призывает всех армян со всего мира приехать, взять оружие и поехать, по сути, воевать в соседнее государство, Азербайджан. Понимаете? Одно дело, вы делаете это как-то через какие-то лоббистские группы, а тут на уровне президента он выходит. Но это же не отменяет того, что приехавшие люди будут наемниками. Более того, они осознанно, в соседней Грузии они зазывают, но это нарушает грузинское законодательство, потому что наемничество там преследуется. Они призывают армян России приехать. В России это преследуется. Уголовное есть за это наказание. Вот как это выглядит со стороны, когда вот вы с одной стороны нас обвиняете, с другой на уровне президента, премьера идет призыв наем, по сути, наемников, с понимаемым того, что они нарушают, еще и призывают своих соотечественников нарушать законодательство этих же стран. Ну, каждый судит по себе, прежде всего. Это важно понимать. И важно понимать, что в этих обвинениях в адрес Азербайджана, конечно, есть рощерк громастера. Они сами это делают. Есть многочисленные видеокадры, где армяне и арабы из различных стран Ближнего Востока и не только приехали так называемыми добровольцами воевать на их стороне. Поэтому, конечно, они судят по себе. И вся эта реакция, она настолько нервная, настолько истеричная и очень похожа на реакцию женщины, которую оставил муж. Понимаете, вот когда вот бьются тарелки и обвинения идут, одно противоречащее другому. Каждое последующее слово противоречащее слову, сказанному ранее. То есть, с одной стороны, вы высокоточным оружием воюете, и как вам не стыдно, у вас армия стала вдруг за последние 30 лет совсем другой. Вот, и это фантастика какая-то. А с другой стороны, полуграмотные, какие-то дикие, ближневосточные какие-то там наемники, вы их привозите к себе. Это не нужно воспринимать серьезно. Ведь надо понимать, что это все агония. Это агония. Это не сила. Это не спокойствие. Это не уверенность в себе. Это какой-то, понимаете, поток мыслей и поток слов, которым не надо искать рациональное зерно. Вот такой момент, вы его коснулись. Я бы хотел, чтобы мы по мере возможности углубились. Агония, стресс или что-то другое, или просто дефицит менеджмента, толкового менеджмента, кстати, он тоже есть. Армения, скажем, правительство, оно обвиняет всех вокруг. Израиль виноват, Азербайджан виноват. Насчет России обижаются и так далее. Но понимаете, как война закончится, мир наступит. Всем в любом случае как-то сотрудничать, находить общий язык. Удастся ли вот с этим, с этой политической элитой, если можно ее сейчас называть элитой, налаживать какой-то контакт? Вопрос даже не столько в Азербайджане и в Израиле. Я имею в виду в целом. Или они должны уйти, прийти новое поколение, которое не будет иметь того бэкграунда. Опять же, когда... То есть, понимаете, мы в эфире сегодня уже на эту тему говорили. Эмоции и все такое. Рано или поздно придется о чем-то договариваться. Но из-за того, что вы говорите очень много неправильных вещей, вот этот процесс, так сказать, налаживания, он будет еще более сложным от того, что в свое время вы там бросались всякого рода словами. Вот как вы видите вот этот процесс? И удастся ли его наладить с этой командой политиков в Армении? Безусловно, я считаю, что режим Пашиняна, он уже уходит со сцены. Все эти политики, вот, например, я хочу упомянуть Пагасяна Владимировна. Это советник министра обороны Армении в правительстве Пашиняна, который сравнил Израиль в своем посте в Фейсбуке вчера с нацистской Германией. И что, мол, мы будем мстить и так далее, чуть ли не угрозы в адрес Израиля. Но ведь это человек официальный. Ну как такие можно слова говорить? Ну, говорить можно, но ведь умно ли? В чем польза вообще для Армении? Хорошо, допустим, кого-то хотите оскорбить, обидеть. Ну, понятно, в чем рациональное зерно в таком поведении? Нету, нету, нету. Интеллект отключен здесь, когда такие эмоции. Все эти политики уйдут. Армения и армянский народ нуждаются в новых лидерах. В рациональных, умных людях, которые заново начнут выстраивать ее внешнюю политику. Которые начнут вести диалог с позицией мира, реально осознавая свои слабости. Не задирая нос кверху, договариваясь, идя на уступки, улыбаясь и не позволяя себе такие мерзости в адрес ни одной страны и ни одного народа. И тогда постепенно, бог даст, начнется конструктивный процесс новый. Но с этим режимом это невозможно. Я думаю, что сам армянский народ уберет эти политические элиты с олимпа власти. Они не оправдали их доверие и привели их к лучшайшему разбитому корыду. У вас есть ощущение, какие-то сторонние игроки, может быть, кто-то давал им необоснованные какие-то надежды, прибадривал? А сейчас просто, если очень грубо будет звучать, кинул просто. Есть у вас такое ощущение? Потому что это сложно сказать. Безусловно. У меня было ощущение все это время, что Пашиняна и его элиты не покидала уверенность в том, что, что бы они себе не позволили, что бы они не сделали, за них придет заступаться тетя Россия. И это несмотря на то, что они посмели запретить бесплатное российское телевидение, запретить русский язык, многократно унизили Россию у себя. Но они почему-то думали, что все эти шалости сойдут с рук. Вот это невмешательство России, оно фактически показало, кто реально стоял за их безопасностью, кто реально стоял за их победами, и что они реально могут сделать сами. И могут ли. Вот что получилось. Это основной игрок был, потому что все остальное... Ну, может быть, были какие-то дополнительные надежды на то, что Диаспора соберет много денег, хотя это оказалось пшиком, ничего не собрали практически. Да, по поводу Диаспоры на самом деле были огромные надежды, и на словах, в социальных сетях, они, в смысле, Диаспора очень горлопанит так, но в реальности... Очень умный сказал, вы знаете, Шахназаров в эфире Соловьева, умный человек, он сказал, Карен Шахназаров, режиссер известный, он сказал, что не надо путать армянскую диаспору с еврейской диаспорой. Мы намного слабее, намного беднее, намного меньше связей имеем, и реальность показала, что ничего практически не можем. Да. Это честный человек, он это честно сказал и признал. И так есть. Это прослеживается очень много. Знаете, армяне очень любят социальные... СМИ тоже очень много любят сравнивать себя с Израилем, говоря, что и у них есть диаспора, и у нас, и, видимо, того, что горная страна со Швейцарией. Но я думаю, что на этом все сравнения и заканчиваются. Потому что... И мой последний вопрос. Я хотел бы ваше понимание, в каком состоянии армия находится, и может ли быть эффектным, да, Армения может ли получить от этого какой-то результат. Дело в том, что сейчас активно обсуждается, и, в принципе, там уже первые шаги делаются, чтобы заключенных раньше времени освобождали, давали оружие и отправляли на фронт. Вот глава Минюста Рустам Бадасян, он сказал, что не против этого, но как бы должны, силовики должны решать этот вопрос окончательно. Насколько это может быть полезным? Потому что эти люди в любом случае криминалитет, да. Полезно ли будет для самой Армении так поступать? И что нам это говорит? Понимаете, они нам говорят, армянский дух, диаспора придет и так далее. Мы все готовы, а тут заключенных освобождать. Давайте я вам скажу. Логика армянских генералов – это логика Второй мировой войны. Я многократно об этом говорил. Пехота, наступление, наземные операции, вперед, ура и так далее. Значит, освобождение заключенных – это шаг товарища Сталина, который ввел штраф Батой. У меня оба деда – ветераны Второй мировой войны, они уже в лучшем мире. Они мне рассказывали, что дедовщина пришла в армию именно с притоком уголовников. Это появилось в Советском Союзе. До этого не было дедовщины. Поэтому, конечно же, уголовники разложат армию. Ничего это не даст. Логика Второй мировой войны, когда она сталкивается с логикой войны 21 века, которую ведет Азербайджан, обречена на провал. Я думаю, что работу над ошибками начнет новое правительство Армении уже после Пашиняна. Они будут копировать вас, но они уже очень сильно отстали. Они будут пытаться развивать уже кибервойска и искусственный интеллект, и беспилотники. Но им нужно будет много времени, много денег, много сил, и ничего у них не получится. Это очень тяжелая работа, которая занимает десятилетия. А то, что они сейчас делают, это 1942-1943 год. Вы должны понимать, как у них мозги работают. Видите? Ну что ж, будем надеяться, все-таки со временем какое-то трезвое отношение ко всему этому придет. Народ Армении сделает правильные выводы и соответствующие выводы потребуют соответствующую от армянской власти. Но это решать народу Армении. В любом случае, Михаил, огромное спасибо. Огромное спасибо, что нашли время. Присоединились к нашему эфиру и дали нам квалифицированные ответы. Спасибо. Для меня всегда большая честь выступать в вашем эфире. Будьте здоровы, победа вам. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санан Азай. Гостем специального выпуска был Михаил Финкель, израильский политолог, эксперт по международным отношениям. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»